С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! У нас не просто понедельник, у нас такой хороший понедельник, один праздник, праздник Роша Шана только что прошел, у нас впереди Йом-Кипур и череда праздников, то есть неделя, которую, в общем-то, на иврите называют «Слеход», «Шавуа Слеход», а на русском языке это примерно звучит «Неделя Извинений», «Неделя Покаяния». Тут много слов можно придумать, потому что в эту неделю, вот я, например, когда звоню своим знакомым, то с большим удовольствием и даже с какой-то такой иронией я люблю сказать «Здравствуйте, и я прошу у вас прощения. Если в течение года я каким-то образом вас обидел или что-нибудь такое причинил вам неудобства, и мои знакомые улыбаются, говорят, мы тебя прощаем, и мы тоже в свою очередь это просим прощения». Ну, это мы улыбаемся, это мы говорим, какая-то как бы традиция, эта традиция есть не обязательно быть евреем, эта традиция хорошая традиция, и я призываю всех, которые даже сегодня не иудеи, пожалуйста, эта неделя такая великая, что вы можете присоединиться и тоже попросить прощения, и тоже задуматься о своей судьбе. Я вспомнил, как в Израиль приехала команда «Динамо Киев», и первое, что они попросили, «Динамо Киев», украинские ребята попросили, отведите нас, пожалуйста, к стене плача, к восточной стене плача еврейской, чтобы помолиться и поговорить с Богом, так что Бог един и говорить с Ним можно. Все это я рассказываю к тому, что мы просим прощения улыбаясь, мы как бы говорим о том, что кому-то доставили неудобства, но всегда ли мы задумываемся о том, что наш поступок, поступок, который мы совершаем сегодня как родитель, как сын, как внук, как дед, этот поступок, он имеет всегда, зачастую, чаще всего, он имеет последствия. Я подумал, что один из самых лучших моих гостей, кого я могу пригласить и поговорить на эту тему, это, естественно, Валерий Базаров, директор отдела семейной истории и поиска. Есть такой хиаси, хиас организации еврейской. Так вот, Валерий Базаров, человек, который очень много, очень много знает о семейной истории, знает, как ее лучше исследовать, исторически поднять документы различные и так далее. Мне кажется, он один из лучших собеседников на тему, а как вообще отражается поступок человека, и зачастую уже невозможно даже попросить прощения на жизнь последующих поколений. Валерий Базаров, приветствую вас в студии «Контакт» по понедельникам вертия. Спасибо, Борис. С праздником. И я вас тоже, кстати, я вам тоже прошу у вас прощения. С улыбкой на лице. Спасибо, Борис. И я тоже, естественно, прошу прощения. И, дорогие телезрители, я поздравляю вас с наступившим Новым Годом и желаю вам счастливого поста и надеюсь, что вы были записаны самым лучшим почерком в «Книгу жизни», и это будет зафиксировано навсегда в 18-го день Йом-Кипура. Скажите, пожалуйста, а это очень важно для судьбы, каким почерком записано? Или только у Бога, или в жизни тоже важен почерк? Вот вы когда разбираете бумаги, почерк имеет значение? Как вы считаете? Огромное значение имеет почерк, потому что иногда просто невозможно прочитать, хотя я знаю, что та информация, которая записана, она очень важна. И приходится либо догадываться, обращаться к специалистам, и иногда, когда особенно я рассматриваю записи о приездах, которые содержат очень важную информацию, я иногда боюсь, что я не просил бы прощения у тех, кто писал этим почерком, как пьяные врачи. Не просто врачи, у которых почерк известно, какой у них неразборчивый, а как будто они были еще и пьяными. Нет, они, конечно, просто, я считаю, безалаберно относились к тому вопросу. То есть, начнем с того, что первое, что надо помнить, когда ты что-то делаешь, это прежде всего, когда ты что-то пишешь, и это все для кому-то, чтобы передать, или как-то это может иметь значение, напиши, это понятно. Правильно, но здесь я имею в виду еще не просто почерк, который мы пишем, а я имею в виду почерк, которым мы пишем свою жизнь. А, это вы уже расширяете. Расширяете нашу тему. Он должен быть точно без всяких клякс, он должен быть ясен, он должен быть желательно... Вы идеалист. Разве бывает жизнь без клякс? Нет, нет, совершенно верно. Даже наши великие предки были люди несовершенны, о чем и говорит Тора. Вот поэтому и устроили нам этот праздник, покаяние, чтобы мы осмыслили свою жизнь, увидели, где кляксы, и обратились сначала к людям, которых мы, возможно, обидели. И при этом нужно, может быть, с улыбкой, это действительно, как вы правильно сказали, традиция, но если мы серьезно думаем, то сначала нужно разобраться в самом себе, в своих поступках, которые могли бы обидеть других людей, которые иногда нам дороги, наших друзей, или просто прохожих. Могли оказать кому-то помощь, но не оказали. Сначала попросить прощения у них, а потом уже просить прощения у Всевышнего. Что вы хотите привести, пример какой-нибудь жизненный? Да, сегодня я вот по вашей просьбе подобрал из многочисленных своих архивов рассказ о человеке, чье решение действительно повлияло трагически на судьбу его личную и в корне изменило судьбу близких ему людей. И тоже, как вы правильно сказали, уже некого просить прощения, но как эти решения сказываются на судьбе последующих поколений, вот сегодня я хотел бы об этом поговорить, рассказать историю, которая по сути дела, это рассказ, детективный рассказ об убийстве, которое произошло в Москве в 1936 году, и которое мне удалось раскрыть, в буквальном смысле, просто не отходя от своего компьютера. Поразительно. Скажите, пожалуйста, как звали этого человека, которого убили? Его звали... Те фотографии, которые вы прислали, это имеет отношение к этому? Конечно. Его звали Джон Мокинг, но давайте мы начнем именно сначала, с того момента, как зачастую у меня на столе появляется письмо, и в этот раз это было письмо от украинского гражданина Николая Ивановича Мокина, который просил разыскать своего сводного брата Фреда Мокинга, оставшегося в Америке после того, как их общий отец уехал в 1930 или 1931 году, он не знал точно, в Советский Союз для того, чтобы строить коммунизм. Да. Он приехал, по словам Мокина... Скажите, это была американская семья? Это была семья эмигрантов? Он родился, Джон Мокинг родился в Варшаве в 1890 году, значит, в принципе, по правилам он считался гражданином России и гражданином Советского Союза. Мы говорим об отце, который затем уехал строить Россию. В Америку он приехал, как писал Николай, между 1905 и 1913 годом, но он не знал точно, и вот потом он встретил в России мать Николая, они поженились, он развелся, естественно, до этого со своей американской семьей, его жена первая была еврейка, сам он не был евреем, и вот вся информация. Интересно, вот то, что вы сейчас рассказали, нам кажется, что вот то, что мы сегодня переживаем, то, что мы, ту, как бы, всю коллизию, которую мы проходим с эмиграцией, все это неповторимо, единственно. Но вот так вы сейчас начинаете эту завязку этого всего рассказа, и, в общем-то, я представляю себе, эмигрантская семья из Польши приезжает в ту же самую Америку, я не знаю, какой город, может быть, даже в тот же самый Нью-Йорк, и есть молодой человек, который женится на американке, разводится, то есть на еврейке потом разводится. себя это ничем, по большому счету, не отличается от любого человека, приехавшего последние 20-30 лет в Америку. Ну, за исключением последствий тех или иных событий в этой конкретной биографии, а потом мы будем обобщать. Мы можем, мы как бы пытаемся рассказать эту историю и говорим, чтобы Хаза Халила, чтобы никогда, не дай бог, это не произошло с теми, кто приехал сегодня. Конечно. Да, пожалуйста. Потому что приехал Джон Мокинг, отец Николая в Америку, не совсем простым способом. Он завербовался на угольном судне, угольщиком, кочегаром. И, как мать рассказывала Николаю, а родился он в 1934 году, за два года до трагической гибели отца, его поставили на вахту, вот эту предутреннюю вахту, которую ненавидят все моряки всего мира. И он смертельно был устал, он заснул возле котла, и давление в котлах поднялось довольно до опасного уровня. Когда помощник капитана увидел, он был разъярен и даже приказал выбросить его за борт. И только вмешательство боцмана, тоже русского по национальности, помешало этому. Поэтому, когда корабль причалил в Бостон, Джон ушел с корабля и не посмотрел назад. И он, значит, он нелегально был в Америке, нелегально прибыл в Америку. Но тогда это не считалось таким уж большим преступлением. Николай писал мне, что он пытался найти своего брата в течение 20 лет. Я не хочу хвастаться, и моей заслуги здесь нет. Но я прошу прощения, что я как бы вклиниваюсь, я тоже хочу понять. Значит, итак, отец этих двух ребят женился. У него появился сын. Да. От первого брака, затем второго брака. И вот сын от второго брака долгие годы не мог найти своего сводного брата. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Совершенно верно. У меня ушло ровно три минуты, чтобы найти брата. А почему он не мог это сделать? Не знаю. Не знаю, не знаю, не могу я ответить на этот вопрос. Это особый талант у вас? Да никакой не особый талант. Я просто взял телефонную книгу на интернете. А он, американец, не могу взять? У меня американец, извините, он мне писал из Киева. Он украинский гражданин, он из Киева. Но даже в Киеве можно было найти, ну не знаю, не получилось у него. Окей. Или и так пытался. Короче говоря, на все 50 американских штатов оказалось только три мокинга. Фред Мокинг, его брат. Барбара Мокинг, его уже племянница, по сути дела. И Брюс Мокинг, его племянник. Хорошо иметь редкую фамилию. Редкую фамилию. Сразу можно... Мокинг это птица. Да. Мокинг Брюс Мокинг. Братья, когда Фред узнал о существовании русского брата, он был совершенно вне себя от восторга. Он никогда не знал, что у него есть русский брат. Он знал от матери, слышал, что когда-то его отец уехал в Советский Союз и там умер. Не о том, что с ним случилось, не о том, что у него была в России семья, об этом он понятия не имел. В чем говорить о генетике. Оба брата, Николай и Фред, инженеры, оба женились в один и тот же год, только имена у их жен были разные. А так, даже хобби у них тоже были одинаковые. Как интересно. Вы увидите, как они похожи. Когда я нашел... И Николай знал о своем отце немножко больше. Он даже прислал фотографию, если можно показать фотографию. Ну, начнем сейчас с фотографии потихоньку. Сейчас будет первая фотография, которая показывает нам... Это вот наш герой, да? Да, это наш герой уже в России. Вы можете в этом увидеть. Он на берегу реки, он никогда не пил. Ну, у него много пилот, я смотрю. Я обращаю внимание на это. Нет, он совершенно был не пивщим, он просто тоже шутливо такой антураж себе создал. Понятно. То есть найти брата мне удалось быстро. И, казалось бы, задача, которую поставил передо мной Николай, была выполнена. То есть гениалок во мне уже мог заснуть спокойно. Но тут во мне проснулся детектив. С братом все понятно. Но что случилось с отцом? А что мне писал Николай? Я считаю, что в 1936 году Джон, его отец, который разочаровался совершенно в... Капитализме? В социализме. Он же уже в России. А, уже в России, да. Был возмущен отношением к рабочим, с жилищными условиями. Короче говоря, всей политикой этого хамства и беспредела этого. Он решил вернуться с новой семьей обратно в Америку. Поехал в Москву, чтобы связаться с посольством и исчез. Просто исчез. Слабые попытки матери выяснить, что случилось, были закончены очень быстро. Ей сказали забыть, что у нее был... А украинской женой? Да. Забыть, что у нее был американский муж. Если она не хочет, исчезнет так же. И найти ему замену. Она замену не нашла, но воспитала хорошо своего сына и рассказала ему тихонечко о судьбе его отца. То, что она знала. Так вот, я решил найти, что случилось с Джоном Мокином в России в 1936 году. И найти его могилу. И вот представьте себе вот этот океан, который не только в буквальном смысле, но и во всех остальных смыслах разделил этих двух братьев. И эти волны, которые накатывают на берег, перемешивая камешки, людские судьбы. Как проследить вот среди этих миллионов безвестных камешков судьбу одного человека? Вы еще и романтик сентиментальный. Скажите, пожалуйста, давайте мы немножко заглянем в исторический пласт вообще. Как много людей в те годы уезжало из Америки в Россию? Потому что были два фактора. Первый фактор – это была депрессия. Совершенно верно. Люди оказались без работы. С другой стороны был индустриальный подъем страны советов. То есть эти два фактора толкали или притягивали, или выталкивали. Я не знаю. Кроме того, было… Скажите, как много людей в это время уезжало? Точно неизвестно. Много тысяч. Где-то до сорока тысяч. Что их прещало? Им писали объявления в газетах, что Россия готова предоставить им работу. Была специальная организация, да? Была специальная организация, да? Ведь тогда, вы помните, не было дипломатических отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Отношения начались только в 1933 году. Кстати, еще до того, как убили Боккин. Но была такая организация, которая называлась Амторг. Амторг, да. Естественно, Амторг служил не только для того, чтобы вербовать квалифицированных инженеров и рабочих на стройке коммунизма, но и это было прикрытием для шпионской сети. Это известно всем. И вот этот Амторг предлагал контракты по выбору людям не просто так с улицы, не бездомным, не тем, кому просто нужно, а высококвалифицированным специалистам. Кстати, меня это тоже натолкнуло на мысль, каким образом Мокин попал в это число, если он приехал кочегаром. Но об этом позже. С чего мне начинать было? Вот с чего нужно было начинать этот поиск? Я решил, что если Мокин уехал в Советский Союз, то... Я прошу прощения, мы с вами не закончили главную, первую мысль, как бы чтобы общую картину, сейчас мы перейдем к Мокингу. Я хочу понимать общую картину происходящего. Вы говорите около 40 тысяч человек, это были американцы или это были иммигранты, может быть, многие из них русские, евреи, кто это? Есть какая-то статистика? Очень хороший вопрос. Нет, статистики нет, кто из них был кто, но совершенно ясно, что многие, не все, далеко не все, но многие были иммигранты из царской России, которые бежали из царской России, потому что их преследовали за социалистические убеждения. Кстати, их имена можно найти как... Многие из них были евреями, да? Многие из них, естественно, были евреями, социалисты, которых преследовало царское правительство. Их имена, интересно, можно найти в архивах царской охранки и в FBI здесь, в Америке. Потому что за ними тоже они не отказывались от своей деятельности. И вот теперь они надеются, что в России их ждет, что... Что теперь наступил вот тот момент, а тут еще подстегнула их, конечно, депрессия. Естественно, что если бы не было депрессии, количество людей, реэмигрировавшихся в Советский Союз, было бы намного меньше. Хорошо, мы пока не будем давать ответ, сколько вернулось и сколько осталось живых. И вообще увидел опять Америку, продолжив с нашим героем. Итак, задача, казалось бы, я уже сжалел, что я так храбро ринулся в бой, но отступать было некогда. Я стал думать, с чего начинать. И решил, что если Джон Мокинг уехал где-то в 30-х годах в Советский Союз, то ему нужен был паспорт для того, чтобы уехать. Я считал, что он был гражданином. Как мы увидим позже, я ошибался. Но я попросил его сына, Фреда Мокинга, потому что Госдепартамент принимает такие запросы только от родственников, близких, чтобы он написал запрос в паспортный отдел Государственного департамента найти копию паспорта своего отца. Вскоре он получил ответ, очень интересный, что паспорта они не нашли. Они проверили все паспорта с 1923 по 1940 год, наверняка включив тот временной период, который нам был нужен. Но не нашли они, может быть, потому, что в 80-х годах за неимение места Госдепартамент сжег тысячи паспортов. Я говорю, слава богу, что в библиотеке Конгресса еще хватает места. Этот вопрос был исчерпан. Тогда я обратился в Россию. Но, конечно, не буквально, потому что я понимал, что мой запрос в любой департамент Министерства внутренних дел или КГБ, окажется, ну, там просто посмеются над этим. Но я подумал, тоже неправильно, что, может быть, если его убили, а похоже было на то, что его убили из-за того, что он хотел вернуться, убили власти, если его просто так убили, то, может быть, какое-то уголовное дело, пусть символическое, было открыто. И я найду какие-то следы. Поскольку сам я этого сделать не мог, я обратился к своей знакомой, редактору отдела, такой был журнал, к сожалению, он уже закрыт, «Иностранец», который освещал, это уже, конечно, после перестройки, после развала Советского Союза. Мы говорим о каких годах? Когда вы этим занимались? Это несколько лет назад. Наоми Зубкова была редактором одного из отделов, и она недолго до этого посетила Нью-Йорк, брала у меня интервью, и я попросил ее заняться вот этим делом, попробовать что-то разнюхать. Ну, как журналистка она, конечно, ухватилась за это двумя руками, потому что это действительно было очень интересно. А я стал ждать, и проходит месяц, проходит два. Я несколько раз звонил ей, она довольно так суховато отвечала, чтобы я набрался терпения, пока еще ничего нет. И вот, наконец, утром, когда я пришел в свой офис, я увидел в телефоне сообщение «Позвони срочно в Москву, Наоми». Срочно позвонил, и она мне рассказывает совершенно фантастическую историю. И она действительно пыталась несколько раз с разных прямых и непрямых ходов найти что-нибудь о мокинге, и везде ее быстренько выталкивали, у нее уже не осталось никакой надежды. И вдруг, накануне вечером, перед тем, как она мне позвонила и оставила это сообщение, она сидит у себя дома и читает свой собственный журнал. Последний выпуск, она же редактор только одного из отделов, она решила прочитать весь журнал. И вдруг, как будто в полусне, она видит в одном из абзацев какой-то статьи знакомую фамилию, мокинг. Она думает, у нее начались галлюцинации, она еще раз, мокинг, еще раз. Тогда она возвращается к началу статьи и видит, что статья заглавлена в Москву за смертью. И она описывает, в этой статье описывается судьба американцев, которые в 30-х годах приехали в Советский Союз, чтобы строить коммунизм. И что за этим последовало? И среди тех людей, чья смерть, обстоятельства смерти которых вызывают вопросы, стояла Джон Мокинг. Там было написано, что он приехал в 31-м году, что он был убит в 36-м году, и было даже... Нет, не убит, там было сказано, он умер в 36-м году. Даже был приведен номер свидетельства о смерти. От сепсиса, заражения кровью. Каким образом о заражении крови не знала его семья, неизвестно. Но и подписана была статья доктором исторических наук Сергеем Журавлевым. У нас есть ведь документы эти. Сейчас, еще чуть-чуть. Еще не время, мы еще держим интригу. Интернет помог мне на следующий же день связаться с Сергеем Журавлевым, который оказался очень отзывчивым, симпатичным парнем. И первый вопрос мой был, где он взял эту информацию? Я хочу сказать, вот, я хочу обратить внимание наших телезрителей. Вот мы специально с вами как бы подробно-подробно двигаемся зачастую по какой-то истории. Потому что очень многие люди где-то от кого-то слышали наверняка о каких-то своих родственниках, каких-то своих знакомых, и они даже не знают, как подступиться. Как вообще можно найти историю своей семьи, если она затерялась между океанами и между других странах? И вот мы с вами, как бы, вот эти вот, медленно распутывая каждую ниточку, мы даем возможность вам, уважаемые телезрители, тоже понять, что нужно время, нужно терпение, нужно очень быть внимательным. Вот как сейчас в этой статье неожиданно может быть какой-то ключик. И что-то делать. Прежде всего, что-то делать. Если человек направлен, нацелен, он обязательно увидит эту фамилию в каком-то совершенно другом контексте. Все. Первый вопрос мой к Сергею Журавлеву. Где вы взяли эту информацию? Его ответ был поразительным. В Вашингтонском архиве. В Соединенных Штатах Америки. Круг замкнулся. Но теперь, по крайней мере, я знал, с чего начинать. Я попросил Фреда уже написать в правильный отдел Государственного департамента. И скоро я получил, он мне переслал, конечно, копии, 6 страниц российской истории Мокина. Мы можем посмотреть следующие фотографии. Да, фотографии. Значит, у нас теперь фотография. Это что? Это письмо на русском языке, которое Народный комиссариат иностранных дел направил в посольство Соединенных Штатов, потому что уже было посольство в 1936 году, о том, что они препровождают при сём национальное свидетельство гражданина Америки, гражданина Америки, я подчеркиваю, так сказано здесь, Джона Мокинга, умершего от сепсиса 12 марта 1936 года. Но жене ничего об этом никто не сообщал. Вот следующая фотография, это копия этого национального свидетельства. Можно не показывать даже, но просто я скажу следующее, это потому что мы должны вернуться к национальному свидетельству. Свидетельство о смерти, сепсис, карбункул, заражение кровью. Дело в том, что в этом свидетельстве ясно написано, что Джон Мокин гражданином Соединенных Штатов не был. Что это свидетельство он получил in your passport, вместо паспорта, написано он не мог достать паспорт, но что он не являлся гражданином, и он уехал в Россию не как гражданин Америки, а как турист. Теперь вопрос, почему в этом письме посольство Соединенных Штатов Наркоминдел заявляет, утверждает, что Джон Мокин был гражданином Соединенных Штатов? Ну что они просто не очень хорошо разбирались. О нет, я думаю, что в Наркоминделе были люди, прекрасно понимающие английский язык. Я думаю, что дело было совсем в другом. Дальше они же пишут тут, что они, вещи, оставшиеся после умершего, находятся в распоряжении жены и двух детей, проживавших совместно с гражданином Мокином. Жены и двух детей. Они прекрасно знали, что не было жены и двух детей, было две жены и по одному ребенку. Один в Советском Союзе, другой в Америке. Мне кажется, вы преувеличиваете их знания. Посмотрим, что будет дальше. Как мы помним, с женой украинской было решено просто. Когда она стала проявлять любопытство, ей сказали, забудь. Можно ли было так сказать американской жене, у которой, очевидно, была связь все-таки со своим бывшим мужем. У него был его сын, с которым он не хотел терять связь. Он даже мечтал о том, чтобы Фред и Николай стали друзьями, после того, как он привезет новую семью в Москву. Нет, с ней нельзя было так поступить. Но ей можно было через посольство Соединенных Штатов сообщить, что он умер. И тогда никаких вопросов не возникало бы. Что подтвердил Фред? Он знал, что его отец, уехав в Советский Союз, не вернулся, потому что он там умер. Зная о том, что Джон Мокин не был гражданином, я знал, что мне делать дальше, чтобы понять, что было с ним в Америке, когда он приехал в 2013 году. И я направил свой запрос, я показал это дело своему другу, старшему историку, теперь это Homeland Security. Раньше это был архив иммиграции, тоже в Вашингтоне. И где-то через месяц я получил вот такой пакет документов, который рассказывал о судьбе Джона Мокинга с момента его приезда в Америку. Очень подробно, не без перерывов, конечно, но достаточно полно. А скажите, пожалуйста, откуда у него вот такая полная информация? Джон Мокинг не был каким-то известным человеком в Америке, чтобы на него такое пухлое дело и такая пухлая информация была заведена. Откуда столько информации о простом иммигранте? Сейчас я скажу. Такая информация есть о Калибре. Вот я хотел сказать, таким образом я могу проецировать и на себя, и на себя. Совершенно верно. То есть любой из нас где-то имеет. Частная жизнь при этом очень охраняется. Это нужно было доказать, что он умер, прежде всего, чтобы я мог получить эти документы. Иначе может либо только сам человек заказать их, либо его ближайшие родственники. Значит, мы сейчас с вами прервемся и уже в деталях. А сейчас, уважаемые телезрители, несколько минут рекламы. Смотрите. Ассорти – светлое, современное и уютное кафе. Разнообразные и аппетитные блюда, которые предлагает наше кафе, несомненно, украсят ваш стол и подарят вам, вашим близким и друзьям, много минут радости и наслаждения. Все блюда приготовлены по рецептам, проверенным временем. Всегда свежая выпечка. Пироги, пирожки, торты, а также первые, вторые блюда и различные напитки. Хотите посидеть в баре? Никаких проблем. Приходите, наслаждайтесь и приятного аппетита. Ноги требуют особого отношения. Если вас замучили косточки, мешают жить мозоли, беспокоят грибок и вросшие ногти, обратитесь в офис специалиста высшей категории Эмилии Строговой. Доктор Строгова уже более 20 лет специализируется на проблемах диабетической ступни, лечении пяточных шпор и общей хирургии стопы. Серьезные проблемы требует внимания серьезного специалиста. 718-436-4306 У нас всего две ноги на целую жизнь. Приходите к нам в офис. Мы о них позаботимся. Балет, о балет! Изящной ручкой трепетная дива обнимет стан галантного икара. На гастролях в Америке первоклассный аргентинский театр балета «Консьерто». Огненная кармен в несравненной хореографии Алонсо, поражающей виртуозностью, блистательный Дон Кихот, романтическое единоборство. И, конечно же, танго. Танго Буэнос-Айро, страстное, виртуозное, незабываемое, когда танго горит в глазах. Праздник и триумф танца. Алло. Привет. О, как вокруг шумно. Как ты меня слышишь? Я тебя прекрасно слышу. А ты? Твой волшебный голос я услышу всегда. Счастье слышать, говорить и ощущать ароматы цветов подарит вам Эмма Мастерс, врач-отоларинголог с 30-летним стажем. Ол Медикал Кер. Это клиника для вас. С вами Борис Стенцов и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». Сегодня у нас идет разговор о человеческом поступке и его последствии. Ну, как бы разговор этот приурочен к тому, что Новый год прошел, впереди Йом-Кипур, день, целая неделя надо просить прощения. И в эту неделю мы, как бы, те, кто исповедует иудаизм, в эту неделю мы ждем хорошие записи в книге жизни. А вот Бог решает, куда нас определить. Но вот определяет он очень часто по нашим поступкам. Поэтому мы и сегодня решили поговорить. Решение человека, оно ведь зачастую не только для него имеет значение, но и для всей семьи, а порой и для целой-целого цепочки этого рода. Итак, мы продолжаем наш разговор с Валерием Базаровым, директором отдела семейной истории и поиска в организации ХИАС. О том, как в 30-е годы, когда депрессия была в Америке, когда Россия поднималась и строила свои новые заводы, часть иммигрантов, которые приехали в Америку в 20-е годы, в 10-е годы, в конце прошлого века, решает найти работу. Надо, в конце концов, заработать деньги, а может быть даже и воплотить свою мечту о социализме, от которой они удрали в свое время от царского режима. Люди, а их десятки тысяч, возвращаются в Советский Союз, строить Советский Союз. Одно из таких судеб и вот решение одного из таких мужчин мы с вами и рассматриваем. Валерий Базаров, вам слово. Итак, мы остановились на том, что я получил документы, которые рассказывают о жизни мокинга в Америке, начиная с 13-го года. Как мы знаем, он завербовался кочегаром и попал в страну нелегально. Тогда в анкете он написал о своей профессии рабочий. То есть ясно, что он образованием был не обременен. Но вот в этих документах, которые я получил, уже было написано, что через 4 года он стал членом Американской Ассоциации Инженеров. Еще даже до того, как он кончил университет Вальпараиса в Мишигане. Там в университете он встретил молодую девушку, на 8 лет моложе его, Иду Ямпольскую, дочь польских иммигрантов, евреев. Женился на ней и появился на свет его сын Фред. Со всех организаций, со всех заводов, где работал Джон Мокинг, он получал очень хорошие характеристики, отзывы о очень вдумчивом, организованном, целенаправленном инженере. Но опыт приближался в 30-е годы, и, как мы знаем, первыми теряли работу иммигранты, потерял работу и Мокинг. И в этот момент он решает легализовать свое положение. Оказывается, в те времена быть нелегалом было еще совсем не преступление. Для того, чтобы человек прожил какое-то время, а он прожил в 17 лет, он за это время создал семью, создал в себе положение. Друзья о нем отзывались как о человеке очень начитанном. Думаю, Джек Лодден мог бы писать с него Мартин Идена. Овладел несколькими языками, был очень начитан и культурен. И он обратился в суд для того, чтобы его признали легально прибывшим в страну. Для этого суд вызывал свидетелей, которые говорили о нем свое мнение, в данном случае оно было только хорошим, что давало ему возможность через несколько лет получить уже паспорт, получить права американского гражданина. Но тут он уехал в Россию, вот с этим свидетельством, которое дает ему право вернуться через год, но не более. Мы знаем, что через год он встретил свою украинскую жену, развелся с первой, и мы знаем, что произошло дальше. Теперь для меня было совершенно ясно, что случилось с ним в Советском Союзе. Его убили, его убили власти для того, чтобы он, или удать урок другим, тем, кто хотел возвратиться, разочаровавшись в стройках и во власти большевиков. Ну, может быть, кроме того, чтобы он лишний раз не показывал своим примером, как это делается. Совершенно верно. Но достаточно ли это для суда? Представим себе, что я иду к прокурору и говорю, вот у меня есть... Давайте определимся, суда над кем и над чем? Над убийцами Джона Мокин. Я говорю, что вот КГБ, КГБ нет, это чисто абстрактно, умозрительно. Я же говорю, что мы раскрываем убийство. Убийство должно, раскрытие убийства должно сопровождаться наказанием преступника. Наказание преступника должно предшествовать суд. Вот я иду к прокурору и говорю, вот у меня достаточно данных. Мне прокурор скажет, нет. Почему нет? Потому что нет тела. Что случилось с телом Джона Мокинга? Просто испарилось. И без тела нет убийства. Просто есть исчезнувший человек. И тут я вспоминаю, что в 30-х годах в Москве открылся первый советский крематорий. Об этом, между прочим, я узнал это не из документов, а помня Ильфа и Петрова, где написано, куда вы, помните, шутка, это не очень такая удачная, советская, куда вы торопитесь, дедушков, наш советский колумбарий, крематорий. И я знал, что эти крематории служили очень часто местом для покрытия следов преступлений КГБ, НКВД, whatever. Я прошу Сергея Журавлёва проверить мою догадку. Он мне прислал ответ, прислал вот такую справку. Справка, да, у нас есть фотография этой справки. Покажите нам, пожалуйста, справку, Наташа. Справка по-русски. Нет, это последующая. Следующая будет. Еще раз. Это свидетельство о смерти. Еще раз. И еще раз. Охо! Вот это вот. Мокинга Джона. Да. Он нашел, и вот что он мне написал. Как я и обещал, я провел поиск сведений о Джоне Мокинге в архиве Донского крематория. В соответствии с официальными записями в алфавитной книге, кремированной страницей 6283 за март 1936 года, его тело было кремировано за номером таким-то. Поскольку урна с прахом не была востребована родственниками, в течение года она была захоронена в общей могиле номер 1 Донского кладбища. Я был на этом месте и оставил там цветы. Можно установить табличку с его именем возле могилы. Там уже немало подобных табличек. В основном здесь похоронены жертвы больших участков. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим эту фотографию. Вот этого места. Пожалуйста. Это он поставил, да? Да, это уже поставил его сын Николай. Здесь не видно, но буквально за следующей табличкой, там табличка с именем Василия Блюхера, маршала, который был расстрелян и похоронен в этом же месте. То есть теперь вопрос о том, кто убил и что стало с телом, переставит быть загадкой. Но суда не будет. Но суда не будет, но есть высший суд, наместники раздата. Вот о том, что мы говорим. Вот об этом мы как раз и говорим. А раскаяния с той стороны не поступало никогда. Жертвы есть, палачей тоже уже нет. Их потомки живут. Но они и потомки палачей не раскаиваются в саде и на прошлом. Но для того, чтобы закончить, я прошу прощения, Фред поехал в Киев и встретил своего брата у могилы отца, которого... Первый раз с ним знакомился у могилы отца. Они вместе поехали на могилу, и вот там они провели время над могилой отца, которого, в принципе, они никогда не знали. Можно посмотреть. Которые когда-то приняли. Вот они вместе, да? Да. Это два брата. Это два брата. А кто из них американец, кто из них... А попробуйте догадаться. По-моему, легко. Да. Два брата. Вот такая жизнь. Такая судьба. Поступок отца. И как дальше продолжается. Интересно, какой вывод, какой опыт вынесут из этой встречи, из этой истории эти два брата. И вы, уважаемые телезрители, потому что сейчас на телеэкране будет номер телефона, по которому вы можете позвонить в студию. И мы с вами послушаем. Послушаем. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Может, у вас есть какие-то истории, из которых вы считаете поступок, который в дальнейшем имеет свои последствия. И за которые человек всегда должен отвечать за свой поступок. А вас, Валерий, я хотел спросить. Скажите, пожалуйста, ведь те люди, которые уезжали... Ну, наш герой Мокинг, он прекрасный инженер, у него есть хорошие рекомендации и так далее. Но, наверное, на ИК не все были такими хорошими специалистами. Или все. Но если они такие хорошие специалисты и приезжают в Россию, как они вообще себя чувствовали в России? Как вообще? У вас есть какие-то сведения, что эти десятки тысяч людей увидели, услышали, и были среди них, которые возвращались и говорили, не езжайте в Россию. Плохо. Ни в коем случае. Опасно. А их продолжать не слушать. Я задаю много вопросов? Нет, вы задали как раз, в принципе, два вопроса. Давайте я отвечу сначала на последний, а потом мы перейдем к первому вопросу, потому что он как бы шире. На второй вопрос ответить легче. Да, были люди, которые возвращались. Были люди, которые писали о том, как опасно не ходить и дети в Африку гулять. Там крокодилы, там пауки. Помните, приходила красотка в гости, муха говорил, паук. Что из этого получилось? Но люди часто принимали неправильное решение. Часто они были как бы вынуждены вот обстоятельством. Они понимали, что они едут, они рискуют. Они просто шли на обдуманный риск, и иногда они выигрывали. И очень часто это были деньги, да? Это желание заработать. Не просто заработать, а заработать на жизнь. Если они были уволены. Но, опять же, им никто не мешал остаться, бороться за жизнь здесь. Ведь когда мы уезжали, нам тоже говорили, не ходите, дети, туда гулять. И тоже надо было принимать решение, да? И тоже надо было принимать решение, да? Это мне напомнило эту информацию буквально несколько недель назад. О том, что в России иностранец зарабатывает более всего. Самые большие оклады у иностранцев сегодня в России. Но действительно, наверное, очень сложно взять и отказаться. Если тебе вдруг звонят и говорят, слушай, в Москве такой-то, такой-то банк, или какое-то повреждение тебе дают больше, чем дают в Уолл-стрит или там, я не знаю, еще там. И человек едет. Да, у нас есть звонки. Давайте будем разговаривать с нашими телезрителями. Калифорния. Лев, здравствуйте, Лев. Мы с нами в студию. Доброе утро. Доброе. С праздником вас. Чуть погромче. С праздником вас. Да, да, я слушаю. У меня вопрос к господину Базарову. Да, пожалуйста. У меня, значит, дядя выехал между 10 и 12 годом, то есть 1900, значит, в Америку из Киева. И, значит, мы держались с ними связи. Он еще приезжал в Россию в 27-м, в Советский Союз в 27-м году. Был моим посаженным отцом. И я знаю, что у него есть фамилия. И так я могу связаться с господином Базаровым и переговорить, и дать ему все данные, они сейчас здесь. Понятно. То есть ваш вопрос. Вы хотите общаться с Валерием Базаровым? Родственников моего дяди. Хорошо, Лев, я все понял. Лев, Лев, Лев. Валерий Базаров, как может с вами связаться не только Лев из Калифорнии, но и кто-либо другой? Да, Лев, ваш вопрос о том, чтобы начать поиск, очень такой нормальный совершенно. Пожалуйста, позвоните 212-613-1409 или 1352, последние 4 цифры. Спросите или меня, или специалиста отдела Шерли Постников, и мы расскажем вам, как начать поиск. Естественно, мой ответ касается не только Льва, а всех тех, кто хотят начать поиск по родственникам, уехавшим когда-то в Соединенные Штаты. Значит, уважаемые телезрители, я повторю вам телефон слегка позднее, а вы приготовите ручку и бумагу. А сейчас с нами Юля. Калифорния, кажется, тоже, да? Юля? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, говорите, пожалуйста, время, время. I'm sorry, I'm trying to find my brother. Окей. Do you speak Russian too, no? Я, да, говорил, но не очень. Ну, говорите, чтобы вас не переводить, чтобы не тратить время на переводы. Говорите. Окей. Я ищу своего брата. У нас одна мама, у нас два папы. Значит, Юля, я думаю, что лучше всего я сейчас повторю номер телефона, по которому вы можете позвонить и поговорить с Валерием Базаром. Там уже не надо перевод. И хоть на английском, хоть на русском. Еще какой язык вы знаете, Валерий? Украинский. Украинский. И на украинском. Юлия, пожалуйста, пишите вы. Я, окей. Подождите, пожалуйста, одну секунду. Да. Окей. Какой номер? Значит, номер я повторяю, господа. 212, 613. 212, 613. 2, окей. 212. 613. 613. 1409. I'm sorry, for what? 1409. Я не услышала, окей. 613, for what? 1409. Окей. 613, 1409, equals 212. Yes. Exactly. И с кем я буду говорить? Валерий Базаров. Окей. Валерий Базаров. Спасибо, Юля. Thank you. И Наталья из города Героя Нью-Йорка. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Вы говорите на русском, да? Пожалуйста. Да, я говорю на русском. Я хотела бы узнать, могу ли я как-то найти своих родственников, которые... Мой дедушка уехал вместе с своим братом в Америку, впоследствии дедушка вернулся, а его брат остался здесь, и его следы затеряли. У меня к вам вопрос, у меня к вам вопрос, Наталья. Как давно вы задумывали... Как давно в Америке, это первый вопрос, как давно? Два года. Два года. И когда вы впервые задумывались о том, чтобы хорошо бы найти родственников? Я задумывалась об этом еще в Союзе, когда еще был Советский Союз, но тогда это было невозможно, переписки не было, и, скажем так, он просто потерялся. Дедушка умер, я еще была маленькая. Скажите, у вас есть вот фотографии старинные, у вас есть какие-то документы, вот что вы с собой привезли в Америку? У меня есть только некоторые еще бумаги, которые касаются... Потому что они приехали вместе в Америку, и я могу предоставить только сведения о своем дедушке. Мне просто интересно, вот эти бумаги, которые у вас, это вам отдала... Это уже чисто, как бы, журналистский мой интерес. Эту бумагу мама дала мама, папа, как это к вам попало? Бабушка покойная отдала мне эти документы, и вот, это касается... Это ее дядя остался здесь, это как бы мой уже прадед. Ваша бабушка хранила все эти годы, да, не боялась хранить? Ну, прятала, естественно, прятала. Осталась одна единственная фотография ее дяди, которая у меня есть. Понятно. Это еще когда... до выезда в Америку. Понятно. Хорошо, мы сейчас спросим Валерия, что вы хотите что-то спросить или добавить? Нет, я хочу просто попросить всех людей, которые звонят на студию, для того, чтобы узнать, как со мной связаться. Просто, может быть, вы еще раз повторите телефон. Да, я повторю обязательно. И на этом мы эту тему, так сказать, исчерпаем. Да, да. Я хотел, да, я хотел вас, вам тоже спросить кое-что. Значит, я повторю еще раз телефон, а потом в самом конце передачи и еще раз. 212-613-1409 или 13-52. Это последние четыре цифры. Итак, я повторяю первые. 212-613. А вот четыре последние мы будем варьировать. 14-09 или 13-52. Валерий Базаров. Ну, еще один звонок, быстренько. Семен Федорович, он быстро говорит, Семен, я уверен. Семен, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, только быстро. Я очень приятно. Спасибо вам большое за такую пересмотр. Говорите быстренько. Спасибо и вам с праздником. Да, с праздником вас. Значит, моя жизнь столкнула меня, моя жизнь столкнула меня с женщиной в Филадельфии жила, которая была уже под 100 лет и которая написала даже книгу на английском языке «50 холодных зим». Она также точно уехала и познакомила нас с ней, если вас это интересует в дальнейшем. Я знаю об этой книге, спасибо. Да, познакомил нас с этой женщиной Кит. Он преподавал в русской ассоциации английский язык нам. Если вас это интересует, это в Филадельфии рядом. Вообще, мы вы подняли вообще пласт, который... Спасибо, спасибо, Семен, спасибо большое. Да, вы знаете, если у вас есть какая-то возможность написать, пожалуйста, напишите на студию, напишите. Или можете написать на мой email адрес, очень простой, tensorb.gmail.com. Или пришлите прямо на студию. И все материалы, во-первых, я почитаю. Может быть, я покажу и Валерию Базарову. Спасибо большое. Валерий, скажите, пожалуйста, второй вопрос был у меня. Как эти вот специалисты, специалисты американские, как они вписывались в прединдустриальную Россию? Привет. Замечательный вопрос. Я предчувствовал, что вы его зададите, потому что я сам очень-очень хотел это понять. И долгое время я не мог понять, каким образом передовая техника и передовой опыт специалистов из Америки мог сочетаться с аграрной... Там были, конечно, крупные специалисты промышленности и до революции тоже. Но они же были почти все уничтожены. Вся страна была разрушена. Так вот, оказалось, совсем недавно, когда я распутывал очередную жизненную историю, я встретил одного из потомков семьи человека по имени Альберт Канн. Альберт Канн. Альберт Канн. Это архитектор, который строил все заводы Форда. Но кроме того, что он, кстати, еврейский иммигрант из Германии, и несмотря на то, что он был еврей, он был единственным человеком, который строил заводы Форда. Компании Форда, которые евреи не брал. В 2008 году он ушел от него, он считал, что Форд просто немножко... Понятно. Какая связь с Россией? Связь с Мишаев. В России тоже? Он построил около 600 промышленных предприятий. Повторите, пожалуйста, цифру. Около 600 промышленных предприятий, которые легли в основу военно-промышленного комплекса Советского Союза. Что значит построил? То есть он давал проекты свои? Это как-то... Он, значит, в 28-м году, когда еще не было отношений между Америкой и Советским Союзом, к нему пришел директор Амторга Брон и предложил проект на 40 миллионов долларов для того, чтобы построить промышленные предприятия. Дело в том, что Альберт Канн был изобретателем новой системы проектирования и постройки промышленных предприятий. Вот типа лепо. Унифицированные такие конструкции. Унифицированные конструкции. Дайте я вам прочитаю коротенький список. Не все 600, а просто, чтобы вы почувствовали понять. Ну, есть, у нас время просто. Окей. Фирма Канна спроектировала между 29-ми и 32-м годами около 600 объектов. Это в первую очередь тракторные, то есть танковые заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове, Томске, самолетостроительные заводы в Краматорске и Томске, автомобильные заводы в Челябинске, Москве, Сталинграде. Все, достаточно. Спасибо большое. И у нас еще есть звонки. Кто у нас? У нас сейчас... Я прошу прощения. Кира, Нью-Йорк. Здравствуйте, Кира. Добрый день. Говорите только быстрее, пожалуйста. Господин Базаров и господин Тенцер, у меня такой вопрос. Где-то лет 15 тому назад я обращалась к Валерию Базарову с просьбой найти могилу моего дедушки. Он уехал где-то сразу после погрома в Украине. Взять семью с собой не мог. У меня есть фотография, которую он прислал отсюда из Америки моей бабушке. Я просила найти могилу моего дедушки. И если есть родственники, если он тут создал семью, я не знаю. Тогда мне господин Базаров ответил, что это очень трудно и стоит очень больших денег. Мой вопрос. Изменилась ли ситуация сейчас? Есть ли какие-то гранты у господина Базарова для поиска вот этих необходимых мне, нужных мне данных могилы и, может быть, родственников, если они есть? Или я должна сама оплачивать? Если я сама должна оплачивать, сколько это приблизительно может стоить? Хорошо, Кира. Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Во-первых, теперь у меня есть человек, перед которым я должен извиниться. Но, простите, что тогда я не смог выполнить вашу просьбу. Я думаю, что через 15 лет, обладая тем опытом, который мы накопили, мы можем это сделать за значительно меньшую сумму. Порядка 30 долларов. Если эта сумма вас устраивает... Не понимаю, 30 долларов всего или 30 долларов? 30 долларов. Понятно. Пожалуйста, позвоните мне и мы с вами поговорим. Скажите, пожалуйста, вот Кира задала такой вопрос, который очень коротко. Есть какие-то гранты на то, чтобы поискать? Нет. Таких грантов нет. Я просто получаю зарплату и мы берем очень небольшую плату за поиск. Поиск от 30 долларов до 300, но это если очень длительный и сложный поиск. Но, в принципе, первоначальный поиск это 30 долларов. Приемлемый, приемлемый. И тем более, что есть очень много действительно данных по сбору материалов по кладбищам, по еврейским захоронениям в Америке. Поэтому я узнаю, что Кира знает. Благодаря тому, что появился компьютер, появились общие базы данных. Интернет, базы данных. Очень много. Есть такая база данных JewishGen, которая собирает эти данные. У них есть свои гранты. Вот они собирают эти данные. А мы уже можем им пользоваться бесплатно. Только вы или наши телезрители могут тоже пойти в интернет? Пожалуйста, я хочу сказать, что у нас есть уже восьмой год. Я и Маргулис Дмитрий Петрович, очень известный деятель еврейской общения. Мы ведем семинар по еврейской генеалогии при Хиасе. Пожалуйста, те, кто интересуется, позвоните мне. Значит, логично повторить телефон. Логично повторить телефон, уважаемые телезрители. Или 212-613-1409. Или еще один телефон. 212-613-1352. Вот два телефона, по которым вы можете позвонить в отдел Валерию Базарову. Вы можете проконсультироваться, подумать вместе. Вы можете прийти действительно на очень-очень интересное занятие, семинары, которые проводит Валерий Базаров. Я лично был там, и мне там понравилось. Все, Валерия Базаров, мы извиняемся друг перед другом. Я желаю вам, чтобы все праздники, которые впереди у нас, были приятны и хороши. И перед вами, уважаемые телезрители, я тоже должен извиниться. Если я вам доставил какое-то мгновение, которое вас опечалило, то я прошу прощения, я никогда этого делать не хотел. Хочу сказать вам спасибо за то, что этот день вы провели с нами. Это утро, понедельник. И за то, что вы смотрите передачу «Контакт по понедельник».